Боже, милость сегодня не грешенную, создав меня Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Прошу Твоей милости, Господи, пребудь со мной, путеводи Духом Твоим святым, дать ответ жаждущим истины, коси сердце этого Александра, сына Глеба. Не дай ему погибнуть, и в чем он виновен, покажи ему. Дай ему познать путь истины Твоей, и нас прости, и сохрани, чтобы мы не погрешили в этих рассуждениях. Милости Твоя полна земля, погрузи нас в эту милость, чтобы мы ощутили ее. Твоя любовь является для нас каждый день, как Ты велик наш Господь, горе потерявшим веру. Горе человеку, не имеющему надежды на спасение. Ты умер за каждого человека и пролил Твою причистую кровь. Прошу Тебя, коснись сердце Александра. Он столько претерпел в жизни своей, милосердный Создатель. Открой ему истину Твою, и то, с чем он сражается, да будет поставлено во свет Библии, чтобы увидели люди, кто прав. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот сегодня 21 февраля 2013 года. Утром мы всегда встаем в 4.40, всегда, по-нашему, по-алтайскому. Мы находимся в городе Барнауле. Ну, всегда мы читаем Слово Божие с толкованием святых отцов. Это по откровению, которое Бог дал святым отцам. Мне Господь позволил издать 38 книг, и три из них – это вот Новый Завет. Первый, второй, третий том. Каждый том по 752 страниц. И здесь я даю 297 комментариев на толкование Блаженного Фефилакта, как бы усиливая, делая крупным шрифтом, чтобы людям показать, что Блаженный Фефилакт постоянно заботился о том, чтобы люди знали Слово Божие, и все благовествовали его. Не надеясь на то, что я принадлежу, допустим, православной церкви, видите, как я делал отдельные слова Блаженного Фефилакта, а он основывался на Златоусте. Я их делал крупным шрифтом и давал свои комментарии, что нам нужно прислушаться к тому, что говорят нам святые мужи веры, апостолы и учителя церкви, потому что он их поставил апостолами, но их учителями. Это вот трехтомник, который Господь позволил мне издать. Здесь все 230 иллюстраций Гюстава Доре, мы их сами раскрасили, и здесь они помещены. Первый, видите, мы много времени на это потратили, цветные фотографии. Я их подарил патриарху Кириллу, который сейчас патриарх, послал в подарок Путину Владимиру Владимировичу и Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Немножко нужно сказать о том, с чего это все началось. И вот когда утром мы все это прочитали, я сразу открываю на своем компьютере наш форум. Там написано «Православный форум Игнатий Лапкин», а там 1400 тем открыто. В 2010 году, 7 февраля, был открыт наш форум. И у нас есть сайт. Их очень легко найти. В Google только зарядите Игнатий Лапкин сайт, и он откроется. Или так, латинскими буквами, к истине 1.народ.ру Ну и форум также 3 слова только зарядите, можно найти. Кроме того, в Ютубе выставлено наших роликов, наших, вот как в собрании идут, 938 роликов. Мы строим с нуля православную деревню в Мамотовском районе. Я начальник детского лагеря, его основатель, уже 40 лет, вот 41 год пошел. Я немного сначала о себе скажу. Мне идет 74-й год. Я родился 10 июня, вот, в 1939 году, 1939. А Александр Глебович, Невзоров, меня попросили прокомментировать его ролик. Он родился 3 августа 1958 года. То есть, на 19 с лишним лет, он моложе меня. То есть, фактически, я мог быть его отцом. Возраст наш, довольно солидная разница. И наша жизнь очень и очень непохожа. Из его биографии, в моей ничего нету. Я проверил его, я давно его знаю. И из моей биографии, в его тоже ничего нету. Ну, я постоянно смотрел его фильмы, какие он издавал, где он выступает, ведет уроки атеизма. Мне практически все известно. И он мне, ну, пусть меня православные сильно не трамбуют за это, полюбился. Такое слово есть. То есть, человек понравился. Понравился вот этой своей жизненной позиции. Он неравнодушный человек. Мне, конечно, касать не по пути с ним, но он мне дорог. Дорог почему? Потому что он вошел в мою жизнь вот своим таким неравнодушным отношением к недостаткам именно в церкви, именно в православной. А я-то православный. Православный, поэтому он как бы все время задевает и меня. Хотя, ну, я поясню, что не так как бы это надо рассматривать. И я стал за него молиться. Каждое утро, вечером, ночью, ну, не менее десяти раз в день приходится становиться на молитву. Я всегда его вспоминаю и произношу его имя. Я молюсь постоянно за Горбачева Михаила, Людмила Плет, за Германа Стерлигова. Вот. Геваркян Карен, режиссер к нам приезжал. Вот тут есть разные еретики, которые сильно таки нападают на православных, но они активные. И я за них молюсь. То есть, таких людей много, но я просто называю за Путина, Медведева, за Барака Обаму. Мы призваны на это молиться. И поэтому Александр Глебович для меня уже не посторонний человек. Он у меня, как сказать, отнимает время на молитву. Я не просто его имя произношу, а я представляю, как он идиот, с кем-то разговаривает, и как-то, чтобы Господь коснулся его сердца. И поэтому мои все рассуждения, и вот они выражены в этих книгах. Вот 38 книг мне пришлось по милости Божией издать за 9 лет. Вот они лежат перед вами все. Я немножко сейчас расскажу, это первый разбор его будет, о себе, чтобы знали люди, кто с ними говорит. Видите, эти книги называется открытым оком. Это взято из книга чисел, 24 глава, 3-й, 15-й стих. А дальше дается ответ во свете Библии. И вот меня попросили разобрать его одно тут выступление, я его буду разбирать по свете Библии. Это Библия полная, с неканоническими книгами, вот видно, первая книга Маковейская, 77 книг. Согласно этих книг, вот последнее его было выступление, оно называется так, РПЦ, то есть Русская Православная Церковь, отзывает партию святых, оказавшихся бракованными. Ну, я выписал кратко, о чем он говорит, останавливается, и ко мне уже многократно люди обращаются прокомментировать. Почему обращаются? Потому что это моя работа, я так считаю. я обратился, что я познал, что Бог есть, как только начал осмысливать себя как человека, допустим, в год, в два, в полтора. Я всегда знал, что есть Бог, что будет суд Божий и наказание, есть рай и ад. И я как возрастал, мама моя говорила, Мария Егоровна, она поделившая фамилия Щеларева, она говорила, сынок, вот это грех, она в семье было 12 детей, отец инвалид, отечественной войны, у него руку вот так оторвало, вышло почти под самое плечо. И отец-то чуть-чуть верующий был, позволял себе многое, а мать-то имела страх Божий. И она говорила, вот нельзя это там воровать, нельзя там с женщинами делать, пока не повенчаешься. Мы родились в старообрядческой семье, беспоповской, называется Кержаки. И Библии не было, я ее не знал и не слыхал. Бог дал отличное здоровье, и в моей биографии кое-что немножко Александра Невзорова касается. Чувство справедливости во мне было развито до болезненности. Вот, если брат лжет, а мне на него нельзя пожаловаться, потому что я его люблю, то родители узнавали, что он лжет, глядя на меня. Меня спрашивают, а я молчу, я боюсь сказать, это мой брат, он на 5 лет старше меня, я его любил, прям, как говорят, боготворил. Он был такой умелец, все делал, а я ничего не умел делать. И, а я стою, у меня слезы, Катя, он же обманывает отца с матерью, как это так? А мне уже лет 10 было. Вот, и это Бог сохранил. Я попал служить в армию, служил в подводном флоте, потом в ракетных войсках, когда они появились, это 60-е годы, 61-й год, и вот в это время посмотрел я фильм «Отверженный» Викторий Гюго, там главный герой Жан Вальжан играет Жан Габен. Я много раз, раз в 7, может, просмотрел, достал книгу, я понял, там есть такая мысль «Спасти не жизнь, но душу». И вот эта жизнь, но душу, она коснулась меня. Я с детских лет готовился стать террористом. Вот в этом с Александром Невзором, может, чуть-чуть, мы соприкасаемся. Он воевал где-то в Приднестровье, я не воевал, я просто готовился. У меня ружья, ножи, я на этом жил. Секции бокса, стрельбы, отомстить коммунистам за поруганную землю. Потому что отец рассказывал, как жили люди, как их раскулачивали, и что с ними было. Вот. Я даю немного понятия, чтобы, ну, кто-то не согласен будет с тем, что я говорю. Они делали поправку немного. У меня другое было воспитание. Но! После армии я оказался в Латвии, город Венспилс, и я там встретил людей, это бывшие баптисты, объединенные с пятидесятниками. И там я впервые встретил Библию. Вот она, Святая Библия. Это было 27 сентября 1962 года, в 17.00. В это время я работал на корабле. и говорят, обычно люди приходят к Богу, потому что неурядицы. У меня, наоборот, было все хорошо. Отличное здоровье. Ну, во флоте коллег не держат. Памяти Бог дал мне. У меня отец был с феноменальной памятью. Я вот латышский язык приехал, за три месяца я уже разговаривал. Когда я начал обращаться, в это время я занимался на семи языках. Мне Бог давал. Я самостоятельно немецкий выучил, английский, французский, занимался испанским, греческим. Это 50 лет назад было. Теперь ничего этих знаний-то нет. Я ушел от этого. Но Бог коснулся моего сердца. На второй главе Деяния апостолов, что ученики заговорили на иных языках. Сразу, без учебы. Я думаю, как же так? Ну, мне пояснил Господь через апостола Петра. Это может быть дар Духа Святого. Я стал молиться, и я понял, за меня умер Христос. Я всегда знал, что я не такой, как все. Я это ощущал. С друзьями там где-то гуляют, идут по женщинам, с площадки. Я никогда не ходил. Я все время учился, и учился, и учился. Спорт и учеба, спорт и учеба. У меня ничего в жизни не было. Это была у меня страсть учиться. Сколько я пересчитал, это море. Вот у меня сейчас архив, часть архива сложили вместе, посмотрели, 13 метров высоты, 970 килограмм. Это только публицистика. Ну и вот поэтому люди, знающие меня, попросили прокомментировать вот это, что сказал Александр Невзоров. О том, что православная церковь канонизирует людей, а потом оказывается, за ними, когда более тщательно исследуют биографию, исчислятся. Кто-то был сексотом, кто-то там какие-то за ним другие грехи, и они их взяли, деканонизировали, убрали. То есть подтвердить я этого не могу, ничем. Я ссылаюсь, повторяю, только на выступление в видео Александра Глебовича Невзорова. Он говорит, вот эти святые, канонизированные, они, до этого их никто не знал, они уже вошли в обиход. В честь их стали называть, крестить детей, но это так и должно быть православие, раз он святой. В честь их рисовать иконы, тоже правильно. В честь их стали называть храмы, но теперь они вдруг не святые. Значит, выходит, все это ненужное оказалось. Вот. Я понимаю, вот когда слушать будут православные священники, что я говорю, они меня сейчас зачислят в арсенал Невзорову. Понимаете, Невзоров, он комментирует то, что делает РПЦ. А я еще комментирую Невзорова, то есть тут уже на третьем этаже где-то находимся мы. Но я все это хочу рассмотреть или показать людям во свете Библии, что об этом говорит Библия. Вот мы открываем. Я бы очень хотел, чтобы Александр Глебович стал получать вот эти видео, это будет целая серия моих объяснений, как разбор, сказать, то, что он выступает. У меня очень большой опыт. Вот в моих книгах здесь, вот это вот четвертый том, вот открытым оком. Здесь я делаю разбор нескольких людей. Допустим, я беру по 60 вопросов. Патриарх Алексея Второго, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Козлова Максима, это настоятель храма Святой Татьяны в МГУ, дальше Юрасова, Амросия, город Ивановск, дальше митрополит Адриан Старообрядческий, по 50 вопросов, 60 вопросов, которые им задают. И они отвечают. И меня люди просили, я это все сделал разбор. Скажу, что ответ попадания, как называют в очко у всех, не более 7%. Все остальные ответы неверные. Неверные. Как-то один из журналистов, кажется, Олег Мороз в литературной газете было, он брал интервью у патриарха, кажется, Алексея Второго. Я потом написал ему письмо и сказал, Олег, вам надо было быть патриархом, а ему корреспондентом. Из всех вопросов, какие ему задавали, он только полтора вопроса ответил правильно. Иногда иные говорят, а кто тебя ставил судьей? Да никто меня не ставил. Я просто верующий. Я знаю, посланник филиппистам, апостол Павел, говорит, чтобы мы подвязались единодушно за веру евангельскую. Вот на веру евангельскую у Невзорова нападок почти нет. Он нападает даже не на веру православную, а то, что делается в церкви православной. А вот тут надо остановиться и посмотреть. Не злиться на Невзорова, а поблагодарить Бога, что есть такой талантливый человек, такой неспокойный, такой небезразличный, который ну, по-своему это видит он. Видит и видит иногда в праве, чем священнослужители. Вот они их канонизировали, а теперь убрали нас. Что значит канонизировали? То есть люди умерли, канонизировали это не при жизни, а после смерти. И эти люди, они значительные, ну, в реестр, скажем, в жития святых, в списке, диптихи. И теперь они точно, мы знаем, на небе, вокруг головы рисует им нимб, ну, и биографию их пишут, называется жития. Так вот, Слово Божие категорически запрещает канонизацию. И если бы ее не было, то не было бы и деканонизации. И тогда Невзорову здесь пищу не подали бы, и он бы не разбирал. Здесь-то он прав. Почему? 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвалать Бога. Тогда, не сегодня. Вот собирается дедушки в клопучках. Ну, кто канонизирует? А метрополиты? Да все старые захвастки до одного сотрудники КГБ были. Может, звания какие-то генеральские имели. На совести каждого, может, души, кого предали. А они берутся канонизировать, определять, как будто они там были, на небе видели. Они ничего не видели, они про себя не знают. Господь сказал, не судите никак. Слово никак означает ни положительно, ни отрицательно. Не надо их в рай толкать, а не взоровывать. Это не надо делать. Потому что все будет решать в последнее время, как у разбойника. Он в последний момент и оказался впереди всех фарисеев. Тут все не так обстоит гладко, как нам кажется. Вот эта канонизация ни на чем не основана, кроме как на желании показать, что они имеют власть не только нас судить, но имеют право рассуждать и о Царстве Небесном. Когда откроется суд Божий, как многие, кого канонизировали, будут явлены в Аде. Вот что может быть. А о ком мы не думали, как пишет об этом Премудро Соломон, Премудрости Соломона 2 по 5 главу читаем, он окажется в Царстве Небесном. Они удивятся, как оказался, как сопричислен к святым. Вот о чем надо сегодня думать. Так как имея такой опыт разбора разных ответов, они у меня в книгах отображены, разных-разных людей, намного больше, чем я перечислил, то мне сегодня я помолился, попросил у Бога благословения, дай Бог, чтобы мне не согрешить и не осудить никого. Просто во свете Библии разобрать, что делается. Канонизировать не положено. Написано, вспоминать можно, вспоминайте наставников ваших. И не кого-то монахов, а тех, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину жизни. А таких, которых так, канонизируют, их очень и очень мало. Да не написано канонизировать, а вспоминать. Поминайте наставников ваших. Кто из этих, которых канонизируют, проповедовал? Ну, монахи канонизируют монахов. Ну, клановая, так назовем, канонизация. Притом, их замосило очень далеко тех, кого канонизировали. Представьте, Антоний. Не просто Антоний, а Великий. С этой приставкой Великий всего 17 было за 20 столетий. И такие люди часто думали, вот я так достиг святости, что мне равных никого нету. Это в житиях святых написано у Дмитрия Ростовского. А Господь ему говорит, пойди в такое-то селение, там есть женщина, которая выше тебя. Он искал этого. Покажи мне, Господи, кто подвязается больше, чем я. Я по 14 дней ни ем и ни пью. Я сплю только один час в сутки. А сатана однажды ответил, я вообще не сплю и вообще не ем. А чего у сатаны нету? Смирения. Вот почему все святые об этом говорили. Главное качество смиренно-мудрие. В канонизации нет смиренно-мудрия, надменность. Когда Лаванг погнался за Яковом, думая, что его дочерей похитили, это законные жены Якова были, за которых он 20 лет отработал, ему ночью явился Господь, но иногда в виде ангела и сказал, не говори ему ни хорошего, ни плохого. А почему? Откроешь уста, скажешь хорошее, а вслед пойдет плохое. Ты молодец, у меня трудился, но почему ты уехал, не предупредил меня, моих внуков увел? Не говори ни хорошего, ни плохого. Да коли не придет Господь и не откроет, сердечное намерение обнаружит. Да кто же знает про сердечное намерение? Вот Матрону московскую канонизируют. Теперь-то уже все известно. Определенным людям получают собрать какие-то данные, собирают данные. Ну, хронографы они пишут, когда что было, были еще люди живые, и вот они что-то записали, иной бывает добросовестный, он все запишет, как есть. А другой берет только то, что он знает, вот это пропустят, а вот это не пропустят. То есть, сенсор во рту сидит, в уме, в голове, в сердце. Ну, и оказывается, уже отцензурованное в своем уме, вот этих житописателей не пропускают. Теперь дедушки эти в клобучках, клобучки это шапки их, а они теперь решают. А вот здесь написано, она сильно ругала попов, что они не учат народ. Вот здесь она, да нельзя это, это народ не будет ходить в церковь, вычеркнуть. Это не биография, не жития святых, это выдумка. Никто не встречался, никто не видел Матроны из тех, которые канонизируют, а они только по записям и решают ей быть в раю. Почему? Главное, она не обличала, она молчала, она поминала, больше ничего не надо. Вот зажигай свечки, туши агарки, больше ничего тебе не надо. В Библии нет этого разделения. Там самый последний, говорит, будет первым. Вход туда очень узкий, с большими животами, горбами, верблюды не пролазят. Я по частям немножко посмотрел, вот они были сотрудники, он говорит. И он даже называет газету, перечисляет газету это известие, за какое число с 14-го, 12-го, 12-го года. Опровергать никак нельзя. Да так. Но из них, кто сотрудничал, сознались, как Андрей Кураев или Хризастон, митрополит литовский. Он прямо сознался, да, я сотрудничал. Да вы чего молчите, этим архиереем, говорит. Они молчат. Они не раскаянны, умирают. У них нет в этом раскаяния в сергианстве. Что предательство в церкви, особенно с 27-го года, с декларацией митрополита Сергия свирепсовало в церкви. И всех мучеников, они предавали властям, что это враги народа, враги власти. Но это нельзя скрывать, это было. Вот Александр Глебович и говорит, почему, когда о церковниках что-то говорят, они все это убирают, все стилизуют. Я вопрос ставлю, точно самый. Когда была составлена, какая, не знаю, там отдел, подотдел, группа, по расследованию вот этих сотрудничеств с властями, и в этот отдел, может, неправильно я называю его, группа какая-то, входил в священник православный, истинный исповедник Христов отец Глеб Якунин и Вячеслав Полосин. Прикрыли эту комиссию, кто она там, группа или кто, а эти, где люди оказались, Полосин ушел в мусульманство, а отец Глеб в киевский патриархат, которого тут запретили, там чуть ли не она, прям предали, ни за что. По неуемной злобе человеческой поповской. Перед отцом Глебом Якунин они могут только шепотом разговаривать. У отца Глеба Якунина такие полномочия, которых ни у кого, может, нету. Он исповедник, имеет право ходатайствовать за отпадших. Я знаю, что у Невзорова с ним большие были конфликты, потом как крест с него там сдирали, когда он был депутатом, этот Глеб Якунин, но не в этом дело. Я ни за кого, я просто нейтрально и хочу на основании Слова Божия посмотреть. Вот называются только православными. Часто на это слово Невзоров говорят, нападает. Какие они православные? И он начинает им показывать. Какие попы? Вот. Я хочу сказать, что Невзорова не отвергать надо, а доброе у него принять. Это вот моя книга «Открытым оком». Четвертый том. Тут по вопросам. Под номер вопроса такой. 1393. Страница 348. Вот мне задают вопрос о том, это задают вопрос даже не мне, должно быть, этому Амбросию Юрасову 129. В настоящее время очень много людей, которые страдают, мучаются, находятся в отчаянии. Что им делать? Дальше его ответ идет и он говорит. Ответ правильный дает. А чтобы отчаяния не было, надо всем вернуться к Богу, да по-настоящему. Не так, как некоторые, которые говорят, я крещеная. Да что толку-то? Полная бездна набита крещеными. В церковь ты не ходишь, не молишься, не каешься, душа твоя погибает. Про таких людей святые отцы говорят, что они будут испытывать очень много скорбей в этой жизни. Всякого рода тревог и болезней. Вообще-то ответ правильный. даже ничего нельзя добавить. Но я добавляю и очень много. Мой ответ. То есть, поясняйте дальше. Если таких людей бездна, которые были крещены, почему ни разу священник не ставит вопрос, кто же их накрестил? Или что? Такой вопрос запрещен оставить? Он слишком опасен? Вот выступает в храме, ну выступает, говорит проповедь отец Дмитрий Смирнов. Очень известный. Он по военным структурам везде там вторглась церковь православная. Вот, к слову сказать, против чего Невзора говорит, абсолютно правильно. Они везде стараются заходить в постынче из мирские власти, да весь и душить. Сектант, отомерить и коп, неугодных. Я на себе испытываю это 50 лет. Я еще отвлекусь сказать, чем мы занимаемся. Мы идем от дома к дому. Мы прошли 56 сел. Сел. Заходя в каждый дом, даря Евангелия. А кто приходит на собрание, а собрание это в доме культуры или на стадионе. Заранее договариваемся с администрацией районного центра и кто приходит, даем им Новый Завет. Дарим. Подарили мы за три года 30 тысяч Евангелий. Народ принимает везде хорошо, везде, где нет православной церкви, где есть храм попы летуют, вывешивают объявления, срывают, натравливают милицию. Это все выставлено в роликах в Ютубе. Там ключевые слова Игнатия Лапкина. Только зарядите, Игнатия Лапкина, больше ничего не надо. Это 938 роликов. И там показано, как попы клевещут на нас. Они Евангелие собирают, людей посылают собирать Евангелие, которое мы подарили, и сжигают во дворах старковных. Я написал патриарху Кириллу, какие антихристы у вас, вы за это все ответите. И вот отец Смирнов выступает и говорит, ко мне подошла бабушка и спрашивает, можно задать вопрос? Говорит, давай. Он такой грубоватый, отец он чем-то напоминает Феофана Затворника Говорова. Такие же грубоватые ответы, но очень точные и меткие. И он говорит, бабушка ему говорит, вот, когда меня подвозит мусульманин, я на остановке стою, поднимаю руку в храм и довезу и не он не берет с меня денег. Мусульманин, как я возьму с матери деньги? Тем более идешь молиться. А православный берет. И отец Дмитрий говорит, что мусульманин такой ближе ко Христу, чем вот эти крещеные, которые Шеферайбурт, они все крещеные. Он правильно ответит. Но он точно так же, как Юрасов, не добавляет. А эти православные, это ваши православные, вы такими сделали. Как о слепорожденном фарисеи говорят, проклят он, невежда в законе. А почему он невежда-то? Почему баптисты не говорят, что у них невежда народ? Почему адвентисты седьмого дня этого не говорят? Потому что они учат. А яговисты, так называемые свете львов, тоже этого не говорят. Они учат. Православные попы не учат. У них все вот сакральное. Кадила, звон его, свечи, то есть все плотское. Евангелие устранено. Подвязаться, они думают, не за веру евангельскую. И толкует все превратно. Не судите, то есть не то же и попов. Вот один смысл заложен. Он судит, а ему подсказать нельзя. И вот здесь дальше я даю материал. И материал очень непростой. называется так. В Барнауле преподаватель университета Алтайского государственного технического университета, это 21 тысяча студентов, Сыпедникова Евгения Павловна, пять лет проводила исследования над тремя тысячами студентов. Она ходит в церковь, поет на клиросе, опубликовала материал в газете Алтайская миссия. Это на Алтайской Барнаульской епархии газета такая, церковная. Называется «Из мрака язычество». Это опубликовала мирская газета и опубликовала церковная. Пишет это не Ни Невзоров, который считает он враг, антихрист, там, демон. Это пишет прихожанка грамотная. Слушайте внимательно. «Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза, крещеной девять лет назад, воцерковилась ли?» То есть слово это «воцерковилась» совершенно не евангельское, его надо истребить. Она должна была спросить, а встреча была ли у меня со Христом? Исполнилась ли я Духом Святым? Омытой ли я кровью Христовой? Живу ли я по Евангелию? Воцерковилась, то есть научилась ставить свечки, ходить, она не хуже других, но она исследовать умеет. Регулярно посещаю храм и стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. За пять лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов. На протяжении пяти лет, 1994-1996 год, я проводил анкетирование. Было опрошено три тысячи человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первых третьих курсов, 14 факультетов, 100 групп. Опрос показал. Первое. 0,3% безоговорочно считают себя православно верующими исповедовательствием причащаются. То есть на 300 лжекрещенных, не погруженных, а моченые лбы, только один ходит. Да за такое-то если бракодельство, да хоть где человека просто снимут с работы. Везде, но только не в церкви. Они не подсудны. Вот кто будет на суде Божьем-то. И тогда Невзоров не окажется ли правее вас. Старис Асавская придет на суд. Мне кажется так. Слова Невзорова нужно заново пересмотреть церковникам. И нужно взять и поблагодарить его, что через него он мучается, может из-за вас. Смотря на вашу жизнь. Когда учился в семинаре и сказали почему ты ушел оттуда. А я говорит ну нормальной жизнью женой-то живу. Не являюсь нетрадиционно сексуальной направленности, не имею этого. Конечно страшный ответ дал он. Значит у него данные какие-то есть. Дальше. 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье. 2000 студентов это 66,6% считает православие устаревшим. Церковь стяжательница, служитель ее мракобесами или неискренними людьми, которые служат не Богу, а себе. Это 66,6% которые за Невзорова. В данном случае. Четвертый пункт. 2500 человек это 83,3% считает, что в молодости надо грешить, а в старости каяться. Даже ни один сектант, ни один еретик так не ответит. Ни один. Вот меня спрашивают, ну вопрос такой задавали, я преподавал в разных университетах, в пяти университетах, ну то есть не в самом университете, как говорится, не факультативно даже, а свободно. Вел там занятия в школах, постоянно вел занятия в милиции, в городской, краевой, пятиотделах, в академгородке Новосибирске, на заводах, на пабриках, воинских частях, даже трудно найти место, где я не проповедовал. И результат везде один. Люди не знают Бога, люди не знают Христа. И когда люди меня тогда спрашивали, надо ли строить храм Христа Спасителя, я четко отвечал, не надо, он не нужен. И вот этой беды с девчонками не было бы, а сегодня что делать, они не знают. Вы зарядите такое в YouTube, Святейший Патриарх, куда ты нас ведешь? Это такой ролик составили. Я молюсь с друзьями перед храмом Христа Спасителя и отвечаю на этот вопрос. Этих, которые плесуньи были, их трогать пальцем нельзя было. А нужно было храм закрыть на большой замок, как оскверненный. Собака забегает, он оскверненный считается. И три месяца не заходить туда никому, а всем молиться перед храмом Христа Спасителя, объявить, чтобы вся Москва приходили. И чтобы слез было не меньше, чем в канале. Из сердца всего народа обратилось бы к ним. А у них только одно с мирскими властями и давануть их два года. Вам они ничего не дадут. За два года миллионы людей будут им сочувствующих новых. В лице таких умников, как не в отрицательном смысле говорю, Невзоров. Какого человека потеряли? Православное потеряли Мухаммада. Теперь два миллиарда мусульман. А если бы проповедовали им, как Андрей Кураев говорит об этом в литературной газете, статья была миссионер 21 века, Мухаммад был бы пророком, одним из самых великих православий. Потеряли все, за лень свою. Далее, пятый пункт. 2900 человек, это 93,3% не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. То есть его никакого нет. Это все православное. Мы сказали тут, вначале, что крещеность здесь, сколько людей, 99 с лишним процентов. Тут в Барнауле потерялось пять студентов, абитуриенок. Их долго искали, всех подряд там. Оказывается, и ко мне в лагерь приезжали, там Ксения, кажется, и Киргизова, родители тайны. Ну, я не знал, ко мне детей привозят, а кто привозит-то? Милиция тайна, ФСБ были, но ничего нету. Какие у меня? У меня их не было. Ну, и там стали спрашивать сатанистов, колдунов. Мы ее спросили одного, скажите, вы в жертву приносите? Да, приносим, приносим. Но случайно к вам не попали вот эти? Нет, у нас только должны быть целомудренные девушки. А вы когда нашли целомудренных в университете? Потому они не могли ответить, я к тому это добавляю. Какое целомудрие? А они ходят на исповедь, исповедуются, опять блудят. Блудилище. Этими блудницами засыпали православными лжекреченными весь мир сегодня. И сегодня уже готовы собирать деньги, дать каждому русскому по 150 тысяч долларов, чтобы освободили землю, чтобы мы не смердели. У нас нет друзей за рубежом. Все курорты мира уже объявляют, мы приедем тогда, когда у вас не будет русских. Сегодня прилетают, и все это в ютубе все показано. Это все лежит на священниках, это их прихожане, церковная полнота. Дальше. 2 990 человек, это 99,06% считают веру признаком слабости и ущербности недостатка образования. Восьмое. 2 990 человек, 99,06% не смогли объяснить смысл слов покаяние, грех, смирение, промысел Божий, молитвенное правило, символ веры. Среди сектантов, я думаю, ни одного не найти, которые не ответили бы на этот вопрос. И когда мне задавали в университетах вопросы, я его задавал, скажите, вот вас бы избрали патриархом, что бы вы сделали? Первое, не дай бог. Ну а потом, допустим, если я был бы патриархом, первое, что сделал бы, закрыл все строительства, какие есть, перестать строить. А что нужно делать? Все деньги пустить на издание новых заветов и бесплатно раздавать людям. Идти и проповедовать. И в один день я бы открыл, я патриарх, тысячи училищ, и преподавать Слово Божие неискаженное. И я бы попросил баптистов, я там отвечаю, которые подпишут, что они не будут нигде задевать православную догматику, чтобы они учили, как любить Бога, любить Библию, как жить на Рассе, на по-христиански. Если бы к этому прислушались, вошел бы в историю как новый патриарх. Ну, бодривый коровь Бог врагов не дает. Девятый пункт. 900 человек, это 30%, сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярным является саентология, ивановцы, кришнаиты. Десятое. Не видят в этих заблуждениях опасность и считают, что верить можно как угодно и во что угодно. Это 99,06%. Не считают опасным экуминизм. Одиннадцатое. 99,06%. Не знают молитв, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцать. При этом крещеных православную веру 97,5% Евгения Цепенникова. Алтайская миссия, номер 10, 76, июнь 1999 года, Московская партнерахия, РПЦ. Мои комментарии. Когда я встретился с Евгением Павловной, рабочий телефон Барнули 36 78 65, а домашний 34 93 96 42 43 97. Прочитав эту статью, чтобы поблагодарить ее, то она искренне испугалась, когда я ей растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из 100-300 лжекрещеных Московской Патриархии, едва лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи, и 10 тысяч человек из трех тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы и одного. Иоанн Златоус говорит, если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину, а здесь погибает 2 990 и 10 под вопросом. Приличная встреча с епископом Антонием здесь, в епархии, мы долго беседовали с ним, более двух часов, и я показал ему эту статью и его успехи в этой епархии. А он искренне сокрушался и говорил, а что я могу сделать? Я их посылаю работать, они воруют. Я подарил ему эту газету и сказал, с этим результатом явитесь на суд Божий. Он сказал, а я даже и не знал про эту газету, как она, когда прошла мимо-то. Попросил его выдать похвальный лист Цепенниковой. Такие материалы на дороге не валяются. И сказал ему, а нас было пять человек с нашим епископом Евтихием. Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых патриарх Алексей Второй сказал? Каких бандитов напринимали церковь? Церковной ведомости. Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул за дверь и смущенно сказал. Боюсь, подслушивает. Недавно было покушение от своих же. Нам всем стало страшно и жалко его. Заложника насквозь пропитанной мафиозными структурами МП. 8-7-го 2001 года епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года. То есть это я считаю ответ на то, что задают по этому ролику. Так вот к евреям 4-13 читаем. Все будет обнажено и открыто перед очами его. 2 Коринфянам 4-2 Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие и открывая истину, представляем себя совести всякого человека и совести невзорова. Его совесть подсказала в данном случае, что у нас не все благополучно. И особенно с вопросом канонизации, особенно с мощами. Нас везде называют трупопоклонниками. Режут, пилят, вмонтируют язычество, шаманство. Об этом очень хорошо говорит Петр Мещеринов, настоятель игумен Данилова монастыря в Москве. Я слышал, что на него тоже там гонение какое-то. Есть же еще священники, которые многое говорят поистине, даже не священники, как Осипа, по Алексею Ильич. У него очень много хорошего. А его книги сжигают монахи. Поэтому надо прислушаться, когда нам говорят. Второе Коринфянам 10 18 И не тот достоин похвалы, кто сам себя хвалит. На кого день, но день, когда восхвалит его Господь. Притом это не одному человеку сказано. Иклисиастам 12 4 Всякое дело Бог приведет на суд. Архиереи не ждут этого дня и сегодня канонизируют. О мощах говорится прах ты и в прах возвратишься. В прах не в мощевики не в иконы не отпиливать ноги, которые там в Корниле стоит митрополит омывают. Не Яна Шанхайского промывают кости и везде все. Почему я насчитывал 12 томов Жития Святых а для того, чтобы составить каталог и прочее мне пришлось практически 10 раз пройти их. Это 120 томов. 12 томов помножь на 10. Я составил книгу такую маленькую она называется «Симфония на Житие Святых». Желающий может ее потом приобрести. Мы едем в Москву. Нынче я чуть-чуть отвлекусь. И мы в прошлом году только за одно лето, три месяца и одну неделю мы проехали 240 городов и районных центров. 240. В каждом городе, районном центре, библиотеку я дарю вот эти все книги. Полный комплект по 38 книг. Везде принимают с благодарностью. Начинают библиотеки имени Лейна в Москве, парламентской, президентской в Москве, исторической. Центральные библиотеки страны имеют. Везде принимают хорошо, кроме где есть попы. Они намертво встают. Они людей своих стараются во все структуры. Они беззаконно, абсолютно беззаконно действуют. Ставят каких-то центров, мои книги в мирской библиотеке. Мирские библиотеки под завязку наполнены всякой мразью, мерзостью. А там женщина одна от попа. Ждите отца Бориса. Трое суток ждите, когда он приедет. А кто вас ставил инспекторами суда? Цензорами. Никто не ставил. Вот это АПК старается... АПК говорю. Действительно? АПК? Вот теперь они стараются ввести образование в школах какое-то. Зачем? А христи не проповедуют. Проповедовать могут такие евангельские, называемые евангельскими христианами, как баптисты. А они по-своему. А адвентисты седьмого дня другие. А они могут. Православные редко-редко могут по Евангелию. Я много лет проводил занятия в разных школах, в десятках школ. И скажу, что везде принимают хорошо. Везде, где нет священников. И поэтому сегодня, когда меня спрашивают, что в моей жизни было самое великое? Я отвечаю. Самое великое то, что я узнал, как много у Бога добрых людей на этой земле. Я узнал, что эти люди неизвестны многим. И почему-то они мне встретились. И не просто встретились, а они приняли участие в том деле, в котором я живу. Притом не кто-то это евреи, мусульмане, это, ну кто, я могу называть даже мэр города, притом не какой-то мэр, входящий в десятку лучших мэров России, как Баварин Владимир Николаевич. Прокурор края, генерал-лейтенант, представитель юстиции краевой, тоже генерал-лейтенант. Я называю директором заводов, и везде все относятся хорошо, везде, где нет православных священников. Мы проходим регистрацию, мы относимся к русской православной церкви, зарубежной, те, которые приняли акт о каноническом общении, о каноническом, то есть наши люди могут прищищать себя в их храмах, они к нам приходят, это все выстилено в роликах, как наши дети там прищищаются, но их отношение к нам не меняется. И когда спрашивают, что самое опасное в стране у нас, я отвечаю, православные священники. Ничего более опасного сегодня нет. Во-первых, они лгут, лгут безбожно, они мстительные, злонравные, я испытываю это все на себе. Говорю, везде принимают хорошо, где нет священников. Где есть священники, они сделают все, даже невозможно, чтобы оболгать, вызвать милицию, натравят, назовут нас свидетелей, как угодно назовут, начинают разбираться, ничего нет, и все против них направляется, их ждет кара. Бог будет их выжигать дотла. Они ничего не научились. Снова монастыри, снова хватается за Достоевского, он сказал, из монастырей выйдет спасение, из монастырей гибель пришла. У меня есть одна наработка, я ее слух произносить, иногда боюсь даже. Монашество в том виде, в котором оно есть, оно принесло зло больше, чем фашизм, коммунизм, масонство, безбожие вместе взятое. В сотни, тысячи раз. Они самое ценное высасывали героев веры и гробили там за стенами. А если бы шли проповедовали, мусульманства могло и не быть. Буддизм давно бы растворился. Высших христианскому учению ничего нет, но по нему не живут. Как один был миссионер в Забайкалье в Спиридон. И когда он выступал перед ламами, один лама встал и сказал, вот, как вы говорите, видно, что это божественное учение. Вот если бы люди верили так, как мы учим, то люди могли бы спать спокойно. А если бы верили, как вы, никто бы спать не стал, день и ночь молились бы. Но почему-то, когда провели железную дорогу здесь, жены наши стали болеть непонятными болезнями, стали носы проваливаться у них. Дети перестали слушаться. У вас рот в крови, а вы нас учите. И он говорит, я как пришибленный, едва вышел, не мог сесть на коня, ушел в лес и долго лежал, пал на землю и плакал. Вот что нужно сделать попам. Плакать, ни на кого не нападать, захоронить все мощи сантиминцев, воздать достойную честь упокойным, перестать терзать трупы, перестать быть трупопоклонниками. Это не повелено нигде. Святые мужи веры запрещали трогать одну волосинку. Вот 1 сентября Семен Столбник. Прочитайте Житие. Он, умирая, наказывал, чтобы ничего не брать, но патриарх решил отщепнуть патриарх одну волосинку и рука сразу отсохла. Житие для чего-то написано. Антоний Великий, а почему его мощи нету? Иларион Великий, а где мощи? Они перед смертью озаботились об этом и говорили к нашим телам не прикасайтесь, а потом ушли, видимо, завалили сами себя, чтобы ни один монах не покусился. Это у дикарей самых-самых отсталых такое понятие, что убьют, съем его сердце и храбрость убитого перейдет на меня. Что-то похожее есть в православии. Зачем тебе эти мощи? Он умер и кладбище неприкасаемо. Это Нива Божия, это Суда Божия. Они не понимают. Здесь Нивзоров-то говорит правду. Как можно его давить, там, поносить где-то? Можно только желать, чтобы он познал истинную веру. Мне вот кажется, что будь он среди евангельских где-то христиан, по Евангелию верили, православные, он бы таким не был. Горе тому, через кого придет соблазн, лучше его повесили жерных. Так вот, жерноватые эти в первую очередь на православных. Православие очень часто, да каждый год произносят анафему. Анафема, Стеньки, Разину, по сегодняшний день, Емельке, Пугачеву. Анафема в Библии есть такое слово, но она вся анафема на православных. Анафема тому, кто не любит Господа Иисуса Христа. В первую очередь мы православные. Где это, что? Любовь-то. В чем она проявляется? Любовь проявляется в жизни, в любви, в смиренно-мудре. Дальше. Кто будет говорить не так, как написано в Святой Библии, анафема ему? Галатам 1.8, в первую очередь православным. Нам надо рот закрыть, заклеить и молиться, и плакать. Не невзорово тут давить. Да, он не везде прав. Я дойду, если Господь позволит, до следующих, где он два вопроса задает верующие. Мне даже смешно, что Александр Глебович такие вопросы задает. Такой умниц, он не может не знать ответа. Но он задал, видимо, с прицелом, что православные и здесь не ответят. Он опять будет выше нас. И поэтому наша задача молиться и показать истинный образ Христов. Я вот говорю громко, иногда людям не нравится. Я глухой. Я плохо слышу. Плохо слышу. И поэтому мне всегда нужен переводчик. Вот мы нынче имеем план в 2013 году проехать, начиная с Польши до Португалии, все страны Европы, Англии, Скандинавии, через Прибалтику вернуться. В каждом городе, в столицах, подарить свои книги, встретиться с русской диаспорой. И мы уже заранее знаем, будут непредвиденные опасности только от православных попов. Мы не католиков, не мусульман не боимся, никого. Только православных. Почему? У меня остается такое впечатление, у меня брат родной, он протоиерей, отец Аким, на 5 лет моложе мне, 33 года уже в этом саде. Он тоже рассказывает то, что есть. Он видел слишком-слишком много. При разных архиереях служил. И вот если начинать дальше продолжать этот разговор, то выйдем мы опять к тому же самому, к Евангелию, к Святой Библии. Мы не можем никого оттолкнуть, а у нас сплошь и рядом. Антоний Великий говорит, я никогда не разговаривал мирно с иеретиками. Ну, мирно и грубо это разница. Почему канун церковный повелевает Карфагенский собор с иеретиками разговаривать кротко, дабы этой кротостью привлечь их к истине. Об этом же говорит во втором послании к Тимофею, апостол Павел. Нас это не касается разве? Как с ними обращаться? Нам злое, повторяю, никто не может причинить, если Бог за нас. Никто сам дьявол не причинить, не говоря уже о тех, кто воюет против нас. Нам просто нужно пересмотреть не доктрину свою, а отношение к Евангелию. Евангелия в нашей жизни практически как бы лишняя книга, ее и нет. Вот выступает нынче патриарх Кирилл, до этого выступал Алексей, говорит минут 20, ни разу слово Христос не произнесет, ни разу не скажет Святая Библия, вообще как будто нету. А вот уровень, шкала, там разные слова наворачивают, зачем это нужно? Народ слушает бабушки, они этого не знают. Но учитель разговаривает по Библии, как говорит Олег Стеняев. Он как приезжал здесь. К слову сказать, Андрей Кураев приезжал в эту комнату в Барнауле, и он все книги имеет. Зачем они ему нужны? Значит, чего-то он находит в них. А его Андрея Кураева долго спереди и сзади. С чем-то я не согласен, но не согласен это на таком мизерном уровне. Надо, чтобы люди полюбили Христа, полюбили Библию, смирились, и в смирении служили для Бога. Не знаю, спасемся мы или нет, мы спасены только в надежде. Многие потерпели кораблекрушение в вере, потеряли веру. И нам надо не надмиваться, а молиться и плакать. вот по этому ролику что я хотел сказать. Ну, я так много сказал. Пожалуй, что это первый раз я должен был представиться перед народом, чтобы понимали, понимали. Не взор, я знаю, кто такой, а кто такой Лапкин мне говорит? Да никто. У меня нет никакого образования. Я закончил только строительный техникум до армии, работал прорабом, заключенными, строго режимном лагере. И оттуда призван в армию. А дальше я всю жизнь учился самостоятельно. Постигал патристику. Изучал языки. Переводил каноны церковные. Каноны. Я ими занимался. Как считают, я канонист. Все семь вселенских девять поместов практически знал наизусть. Почти наизусть. И жития святых много отдал. Патристику. Это 300 томов фолиантов всех святых отцов. Что только я мог достать, Бог дал мне память. Я старался запомнить. И даже в церковь, если три слова рядом попадались, церковно-славянские, я мог назвать главой стих, откуда это взято. Вот. И поэтому скажу, что за нас нет ничего. За православных. В том состоянии, какие мы есть. За нас только может бороться мирская власть, когда ее поддерживают. Но я к ней не отношусь в московской патриархии. Мы все еще находимся, подчиняемся Илариону в русско-православной зарубежной церкви. А Иларион уже непосредственно уже с патриархом. Поэтому патриарха, как и у господина, мы не поминаем и поминать никогда не будем. И в московской патриархии нам ход заказан. И вот, когда вбирают священников, мне говорят, ну а как в священники тут попадают? У меня такое впечатление, что будто бы вот ну вот 10 вакантных мест, а желающих попасть 10 тысяч. Ну и говорят, тут нужно набрать людей очень сребролюбивых. Сразу отселых. Из 10 осталось тысяча. Ну бывают несребролюбивые люди. Так, теперь, но их-то еще много. Теперь говорят, нам нужно священников только 100. 100. Значит, еще раз. Так, нам нужны люди беспринципные, которые могут лгать на друга, предавать. Архиерей похвалил, они будут вокруг него бегать. Архиерей сказал против слова, они все на него будут плевать. Еще отошло. Теперь остается всего 800 человек. Дальше говорят, нам нужны люди такие, которые, если кто против скажет, никогда не прощают. Которые борются со всякими проявлениями евангельской жизни. Еще отсеются. И, наконец, они по всем этим отрицательным качествам набирают уже не 110. Какие им нужно? Всего 10 человек. И вот они теперь поставлены. Я это говорю на опыте. У меня опыт 50-летний. Нынче исполнилось 50 лет, как я иду этим путем. И 50 лет я терплю эту страшную ношу. Вот, понимаете, я тружусь в невыносимых условиях. Если бы я был баптист, я бы организовал уже при тех талантах, какие дал мне Бог, дал бы сотни общин. когда я был в тюрьме, когда я был в тюрьме, я два раза сидел за Слово Божие, не за что-то. Я являюсь самым настоящим исповедником Христовым. Реабилитирован со всеми льготами для политзаключенных. Но имея все это, я всегда понимал, что православие очень и очень все неблагополучно. И когда я молился в тюрьме, в лагере, проповедовал, то люди обращались. По много человек становились на колени, меняли жизнь, и я встречал потом их на свободе. Когда я встречаюсь с людьми, такие как Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, спрашивал, у вас было такое? Я всегда раз в пять на молитву становился по часу, по полтора, пять раз. Это еще под следствием было. А вечером с восьми до десяти камеры открыты, и охранники с двух этажей собираются, и я проповедую. Полная камера, и было такое, даже не слыхали. Мне Бог дал это, дал. Я в этом прожил. Не имея образования, я не чувствовал себя в ущербе, разговаривая с профессорами, преподавая в военных училищах, в Академгородке, ни разу не почувствовал ущерба. Почему? Со мной Бог. Я говорю Слово Божие. И Слово Божие, оно, как говорится, садяло меня мудрее учителей моих, благодаря Слову Божию. Поэтому, если ответ кому-то не нравится, что я говорю, то вы можете опровергать, как сейчас вот цензоры должны быть, как эта Кемеровская епархия напала на меня, и отдали цензуровать мои книги каким-то своим семинаристам. Самое страшное не священники, а семинаристы, которые подрастают, из которых молодых волков выращивают, волчатник. Я это местом епископу сказал. Наглые, беспринципные, злобные. И они теперь все это исследуют. Исследуют, но только что матерьки не пропускают. Это и белая братца Виссариона, что только он слышал, он все лепит и лепит ко мне. Там ничего нет, он ни за одно слово ответить не может. И они это знают. Пример. В Барнауле. Покровский собор. Собор. Местный болтайский епископ Максим ведет богослужение. Больше 20 священников. Ну, прощенное воскресенье. И мы, Крестовозвиженская община города Барнаула. Все подошли, поцеловали руки, попросили прощения, мы вышли. И мы раздаем маленькие визиточки наш сайт. К истине один народ РУ. Подходят эти семинаристы. С ними священник. Рядом со мной стоит брат, брат по вере. Добунов Игорь Владимирович. Солидный, крепкий, он часто здесь выступает, его видно. Седая борода, в подряснике, он чтец. Камилавка, ну, не Камилавка, это, шапочка такая у него. Семинаристы подходят сразу к нему. Ты что тут даешь, козел? Другой. Шел разговаривать, дай ему в морду. Там, как угодно называется, священник стоит. Наши сестры стоят, голубица нежная. И говорят, да разве так можно? Говорит, можно. Священник рядом стоит, одобрительно говорит. Они бы этого не делали, если бы не епископ. Когда были у него, а у него отличники, вывешенные, семинаристы, я говорю, этот волчатник-то ваш. Что дальше страну нашу ждет? Вы уголовники, епископы. К вам поступают, которые в семинаре, нормальные ребята, я с ними разговаривал. Комсомольские работники, нормальные ребята. Но вы сделали за один год из них преступников. Они никого не признают. Они рвут и лещут все. Он разговаривать не хочет. Почему? Ему сказали, а то его, он хватает. То есть, то, что ожидает в новом выпуске, покажется нам намного страшнее, чем которые сегодня священники. Поэтому, у нас нет никакой власти, кроме одной власти в молитве. Господь сказал, приходящего не изгоню. Мы молимся, особенно о патриархе, потому что ему придется отвечать за всех, кого он на руку полагал. Такое есть житие святых. Все просилось епископу, кроме одного греха, кого он на руку полагал. А вот за это то придется ответить и патриарху, и всем. Да благословит Господь и помилует, простит и доведет нас всех до царства своего навеки вечную. Аминь.